Но, конечно, слишком быстро. Ну, вижу я Егора Николая, вышел он на старт. Ну, Егор-то, в принципе, сильный бегун на 1500 метров. Да, даже специализация в основном может. Ну, да, есть проблемы. И вот на 5000 он, конечно, не смог себя проявить. Ну, помню, я в прошлом году Николай. На первых метрах дистанции он сломал, если ошибаюсь, себе ключицу. Да, ключицу. На пятерке. Ну, вот он сейчас сбоку с сиреневой майки перебирается поближе. Артём Револенко 3.53.11 и Дмитрий Палашов 3.53. Ну, тоже, в общем, начало-то, честно говоря, не очень быстрое. Ну, собственно, понятно, никто не особенно не хочет, да, рваться вроде бы вперёд. А с другой стороны, если ты хочешь попасть в финал, почему не рискнуть? Тем более сезон-то у нас такой всё-таки 63 чуть ли, да, под 63 секунды начало. Ну, да. Сезон-то у нас короткий, собственно, ну, так, из больших стартов, вот, что в Мемориал Куса, Кубок России, собственно, и всё. Посмотрим. Ну, я всё-таки считаю, что вот по сегодняшним бегам завтра всё-таки тактическая борьба больше будет. Ну, и, конечно, моё мнение, да. Нет, ну, в финале-то как раз... Ну, собственно, дистанция 1500, это ведь везде, на кубковых турнирах, это классический тактический бег. Поэтому здесь как раз менее удивительно. Ну, а вот скажите, Константин, а то, что у вас, например, в забегах было их 6, если бы сделали так же победитель, выходит, и ещё там 2 по времени. Как вы считаете, это было более справедливо? Ну, насколько я знаю, раньше практиковалась такая схема выхода в финал, во времена ещё, когда я вступал Юрий Михайлович Барзаковский. Вот. Но почему-то, если заменить, значит, так надо. Наверное, не знаю, лучше или не лучше, но... Ну, нет, я имею в виду, просто это ваше личное мнение. Если бы была возможность, чтобы победитель выходил всё-таки вперёд, независимо, это было бы более справедливо? Высоцкий, кстати, пошёл вперёд и прибавил скорость значительно. Ну, всё-таки, вот такой выход по времени, он заставляет работать на время и в забегах. А всё-таки, если выходить, то есть, например, с первого места, то лидеры будут катить бочку в забегах. Вот, но с другой стороны, тогда всё-таки останется сил больше для финала. Вы чувствовали, например, всё-таки следствие забега в финале или нет? Чувствовалось, всегда чувствуется, но как разложишься по забегу, то есть, вот, не совсем я грамотно провёл всё-таки, я считаю, забег. Первый круг, да? Да, потому что он начал медленно и пришлось набегать. Набегать, да. И это немножко спазмирует эти резкие переключения, спазмирует мышцы, и на следующий день чувствуется усталость. Вот, последний круг. Да, и вот Высоцкий только показал, по сравнению с своими предыдущими забегами, где он, в общем-то, большую часть времени отсиживался сзади, и потом делал рывок. А сейчас, посмотрите, он убежал от соперников, и здесь даже совершенно никого, я имею в виду, не волнует сейчас, какой будет его результат. Главное, что он победит. Ничего не скажешь. Уходит на финишную прямую. Настоящий, настоящий бег мастера. Можно даже не упираться, Никитина. Ну да, вот она глядывается, молодец. Вон там борьба в Кунс, Гущин пытаются выйти. Ну, Кунс вторым, скорее всего, станет. Да. 3.46.03. Кунс, кстати, вот я говорил с его тренером Сергеем Осиповым, вчера, ну, позавчера, точнее, в беге на 5000 метров, он не побежал, к сожалению, в быстром темпе, бежал в третьей группе, но финишировал на одну 26.7-600 метров. Неплохо. Это очень прилично. Говорит, это...